когда-то давно компания lexus показала очень интересный ролик где едут различного рода автомобили на солнечных батарейках и автомобиль lexus гибридный rx начинает их обгонять они пишут мы типа первые ребята мы сосёте 33 года я захлебывался в этом дыме и жрал масло менял коллектора дышал этой хренью и наконец появился некий эллен маск который сказал давидович хватит на тебе тезл мне и чувак говорит ребят есть тача я поставлю туда батарею я поставлю туда двигателя размером сорвалась назову тесла эта штука сломит все что вы себе вообще предоставляли в автомобиле в него никто не верит но он все равно рубил свою правду шел прям и он все-таки сделал единственная компания которая обратила на маску внимание это mercedes-benz у меня есть и я просто богу это в молиться чтобы этот проект разорвал все шаблоны Потому что надоело это, потому что надоели эти кучи механизмов, которые придуманы в автомобиле для того, чтобы они ломались Потому что построена гигантская система по всему миру для того, чтобы ремонтировать наши коробки передач Для того, чтобы выжимать из нас максимальное количество денег Все дилеры, все представительства, все компании-автопроизводители, они все занимаются одним Как бы из нас побольше выжить бабок Но в случае с автомобилем Тесла ситуация немного другая А не строят готовый продукт Там по сути ломаться нечего Ну что, Тесла, привет, давай мы к тебе сядем Вы что, с Бентли, что ли, договорились о чем-то? Вот как? Просто понять хочу, как Я могу понять дизайнеров, которые думают о том, чтобы машина была стильная Сука, ну я не китаец У меня вот эта херь есть тут, понимаете? Ну как, реально? Я не могу залезть в машину Как только вы садитесь в Теслу, первое, что вы понимаете, что здесь нету никаких идиотских кнопочек, которые я не люблю Их нету огромного количества Есть стоковая панель с левой стороны Это чисто мерседесовский вариант Это прям мерседесовская Рулевая колонка, все вот эти переключатели Это все с мерседесов, которые уже снятся в производстве Каким образом машина заводится? Простым Вы на тормоз нажали Все Она завелась Она сейчас находится в заведенном состоянии Что же не хватает, когда машина типа завелась? Ну вот хочется понажимать на газ Чтобы услышать двигатель Сука, его тут нету Это типа дорогая версия автомобиля И здесь алькантара на потолке Сидение удобное Особенно для такого пухляка, как я Места очень много И место они это выиграли за счет того, что здесь нету кардана И здесь нету коробки передач Именно поэтому пол здесь ровный И во всю длину пола по всему автосалону установлена основная батарея Знаешь, что с точки зрения меню? Я вам скажу так, очень коротко и просто Основные функции Значит, первое, когда эту машину поднимают на подъемник Нужно нажать определенные кнопки Чтобы она там как-то зафиксилась Чтобы вы не поломали подвеску Второе Поднимается и опускается машина Вы так как в Мерседесе Сразу на кнопочку нажали Он опустился и поднялся Так не получится Потому что нужно реально прямо дуплить Как эта ситуация работает И опускается, она поднимается строго через меню Тут можно скачать любое приложение Когда этот автомобиль попадает в зону действия Wi-Fi Эта машина может абсолютно свободно обновиться Обновиться и обновить себе прошивку Это, кстати, очень удобно Не нужно опять же ездить в сервис Она экономит твое время Навигация Пожалуйста Включи нам навигацию Красавица Я вот, например, сейчас хотел эту тачку Знаете, на чем поймать? Когда Маск строил эту машину Я думал, что все-таки опыт у BMW, у Mercedes, у Audi У них огромный опыт за всю их историю автомобилестроения И я думал, что тот же самый Маск будет в каких-то вещах ошибаться Ну, например, поднять и опустить автомобиль Но при этом, если у тебя открыта дверь Эти нюансы работают на новых машинах Эти нюансы Знает BMW Эти нюансы Знает, там, Audi Они знают, что нельзя этого делать Здесь все то же самое То есть это говорит о том А, нихера А вот мы и поймали Элона Маска Машина поднимается Машина поднимается, а дверь открыта А если эта дверь будет открыта где-нибудь около гаража То вы можете эту дверь повредить Потому что, представьте такую ситуацию Что у вас кто-то где-то открыл дверь Или открыл багажник Машина начинает подниматься Багажник достает до крыши Это говорит о том, что с Элоном Маском Ни один производитель Своими нюансами и технологиями не поделился Именно это, наверное, и пугает в этом автомобиле Эта машина имеет почти 700 лошадиных сил И едет до стаза 3,2 секунды Вдумайтесь Мерседес, BMW, Audi, Nissan GTR Все, Porsche Вы все там боролись с какой-то хренью Появился какой-то чувак Который в тачках вообще не соображает Он сказал, сделайте мне что-нибудь как-нибудь И сделали вот эту хрень Которая в версии 85D Едет 3 и 2 до 100 Это бизнес-седан Абсолютно точно могу сказать Что эта тачка не может быть одна в семье Скорее всего, это должна быть вторая машина Или третья Ну что, поговорим про задние сиденья Олега Рюзак Да я хочу сказать, что я еще сиденья не отодвигал Нормально Из-за того, что батарея находится снизу Полезного места в этой машине Даст заняться Очень удобная штука Находится непосредственно в багажнике В полу То есть необходимые вещи можно сюда сложить Вот так вот закрыть И у вас в принципе пустой багажник Но все, что необходимо, там сзади лежит Вот я открыл капот Эллен Маск Если ты сейчас смотришь это Пожалуйста, обрати на это внимание Потому что в роликах по сборке про Теслу Про вот этот ваш классный, замечательный завод Очень много рассказывается Я не великий специалист Я потребитель Который берет эту тачку Смотрит И вроде восхищается Но есть такие моменты Которые в принципе Твои чуваки могли бы доработать Так что, Эллен, смотри Вот крыло Крыло Оно выше, чем капот Вы это на заводе не могли отрегулировать? Ну реально Вы делаете машину Которая должна разорвать все шаблоны Ну вот как? Вот этот зазор Держи Достаточно серьезный зазор Здесь палец прям входит везде Вот это одна высота Вот это другая С точки зрения дизайна Особо умничать не буду Спереди эта тачка напоминает Мазду Сзади эта тачка лично мне напоминает Ягуар Я не имею какого-то отвращения Или злобы никто и никто и тачки И то и то говно Самое интересное в этой тачке Это то, как она едет То, кто ее создал То, что она сделает с будущим Да оттекать лишь кругом Все закрыто Да вообще, все гладко Так еще раз е Субтитры создавал DimaTorzok 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 я тут пару кнопочек нажал давай когда я рассматриваю вариант покупки для себя этого автомобиля я думаю только об одном я же буду ездить на нем каждый день я буду ездить так как езжу я что будет я думал после 150 она сдулась просто по прямой она приди должна сбить нас камри обогнала значит первое я постоянно хочу схватиться вот здесь за что-то за какую-то ручку за что-то за чем я буду управлять у машины очень мягкая подвеска она пневматическая она очень странно себя ведет объясню почему странно она не плавает вверх-вниз она плавает вверх-вниз лево-право попахивает грань чероки у нее просто адский сука крутящий момент и это не машины версии д это не та машина которая едет за 3 2 до 100 просто у цели ситуация у тебя крутящий такой ты просто докасаешься вообще не думает просто не думает если робот там ты там бам втыкаешь пониженную орёт на весь на всю улицу и ты впрыгиваешь в эту щель то здесь просто чувак взял ручку на одном столе положил на другую я еду в левой полосе вот так я хочу в крайнюю правую пошел прям вот так сразу хоп я она сразу в крайне правой вообще никаких разговоров никаких диалогов основной вопрос у меня к этому автомобилю следующий при этом стиле езды когда ты вваливаешь постоянно насколько этой детки хватит я сейчас не буду валивать в условиях города я сначала вот сейчас практически полный заряд я сейчас выхожу на звенигородку на новую ригу отличная дорога прямик хороший я сейчас хочу просто на этой машине прокатиться туда и обратно вот это приход у нее подвеска рыщет она прыгает влево вправо машина сейчас а прям ищет дорогу эту машину нужно обучить поворачиваться она пока этого делать не умеет электрический руль тут все электрический но в полу сейчас держу все я понял до 140 эта машина прям супер резкая телочка адская тяга которая была в самом начале пропадает но ее все равно достаточно при том условиях эта машина достаточно большая в салоне находится три человека вот мы проехали сколько километров наверно пять у нас был запас хода 360 уже 303 у нас сзади сидит короче кренгель который контролит чтобы мы не самые не дубасили прям жестко на ней не жахнули ее потому что изначально конечно идея была просто сжечь нахрен вообще все колеса но сзади сидит короче чувак который не дает мне этого делать вот когда я спросил где выключается антизанос ну он сказал что ну нигде точнее где то есть но не надо этого делать ну и что начинаем ехать в направлении города Волоколамск посмотрим что у нас будет с расходом все ласково четко 100 смотрите даю в пол приход есть но братюлечка он не такой как был в начале когда ты отпускаешь педаль газа из-за того что машина едет очень быстро большая зарядка идет обратно фидбэк ну вот реально в полу держу то есть 190 200 для нее это тяжелая цифра на самом деле в горку сейчас скорость падала пацаны что проблемы с бензином да? хорошая шутечка братан а че за звук от нас? не знаю поперекрелись походу какой то звук появился и пошла вибрация в руль охлаждение тормозов походу прикинь хорошая шутечка здесь 7000 пальчиковых батарей нормально она нагревается? ты понял я думал она 320 может поехать а это кажется расход батареи сколько она может поехать? 200 максимум да ладно я в полу в смысле 200 мы за вами ехали 220 как то вы нас догоняли ну да потихоньку но я от вас уехать не могу я в полу держу нормально хорошая шутечка братан шутечка ребята мы приехали в славный город Волоколамск вот вы можете видеть пост значит у нас было 336 километров и теперь нам пишет заряд 81 даже съездить на расстояние в 100 километров от города для такого человека как я может быть достаточно проблемно и это у нас первое предупреждение о том что у нас маленький заряд по батарее даже если она не п***ет мы не доедем до дома поэтому что у нас палатка есть? но там одна армейская лежит и спальника два проблем нету привяжем его и оттащим его вообще никаких проблем нет и он не в Грозный надо тащить ее надо в Москву везти предлагают в Грозном зарядить машину что поехали что погнали значит ситуация следующая мы едем сейчас в сторону Москвы до Москвы нам примерно километров наверное 70 едем мы 100, 110, 120 нам показывают что батареи нам хватит на тридцать четыре километра на тридцать четыре километра о шлюха отлично двадцать пять километров мы не доедем почему так быстро? двадцать три здравствуйте вы позвонили в компанию авторэнж если вам нужна техническая помощь или эвакуация автомобиля дождитесь ответа оператора спасибо за обращение здрасте Екатерина скажите пожалуйста можно вызвать эвакуатор на Волоколамское шоссе так а что за машина привозить? Тесла еще раз что? Тесла Тесла? да это что за машина это марка или модель? модель S называется автомобиль марка Тесла а что с ней случилось? у нее сели батарейки сейчас на муточку ждание будет летельное здрасте по Волоколамскому шоссе едем но скоро остановимся нужна эвакуация все понял машина какая у вас? пятерка бмв так куда поедете? поедем в москву не дозвонитесь да бмв пятерка у нас ага а что с машиной? сломалась не заводится да? не заводится да понятно я и находки сидел аааа биджо нам на самом деле нам сколько там лавэ стоит мы готовы заплатить любые бабки главное чтобы нас мусора с этой тачки не схапали давайте быстрее ну сейчас вот разгрузится машина уже стоит к вам подскажите гусномер инкар зарегистрирован самим номеров нету ни на кого не зарегистрировано она новая да 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 я понял тут паспорт на кого форка да нет на кого форка ааа так там первый владелец да на кого ну какая разница ну на кого на форуме начнется скажите имя и фамилия ааа без проблем без проблем степанюк андрей николаевич степанюк слушайте давайте как-то спасем ситуацию мы дисплей можем выключить? ну нам пи***ц да вы можете посмотреть где мы находимся до Москвы сколько там? значит сейчас в машине грустны все человек которому принадлежит этот автосалон чья машина человек который снимает весь Олег один я засранец вообще просто в угаре в полном объясняю ситуацию мы находимся сейчас на Новой Риге нам до Москвы километров наверное сука 70 Тесла предлагает нам проехать 14 все остальное за свой счет мы позвонили в манипуляцию эвакуаторщикам они хотят десятку пи***ц Тесла на десятку месяц ездить будет 8 что 8 осталось 5 серьезно? так быстро смотри рассаживать прижим 4 4 3 3 3 мы сравнялись 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10 10 12 9 9 10 10 10 10 11 Можешь? Комментарии, предложения есть у кого-то какие-то? Водитель манипуляторов беспокоит. Да, стоим ждем его. Ага, я вам нахожу сейчас в Амкаде, в районе Ленинградки. Везет вам. Мы просто там хотим находиться. А вы где находитесь? Можете сказать, пожалуйста? Мы находимся в лесу, брат. Она, по идее, должна сейчас просто встать и послать нас всех в жопу. Она нам выключит. А, она говорит, выключите кондиционер барана. Выключай вообще. Выключи все. Чтобы он выключил все. Там нельзя. Она едет еще. Она 0 показала 5 километров назад. На нейтралку кинь, катись. Пойдет еще, побегает маловитражечка. Хорошо, хорошо идем. Пойдет ехать, и пробегая. Мультфильм, я не сможет. Прудышка оттенela. Ну ты, потерпула, невожить. Сtext neste временем, пучку. Короче, вон там. Прорыв технологический. Вот как. Под лесгинку, как пошла. Да-да, мы еще долго так ехать будем. А Тесла боец, не ожидал от нее, я сейчас держу, при том условии, что у нас ноль, я держу педаль в полу, Тесла не сдается, ребята, это удивительно просто. Она написала нам ноль полчаса назад, отключила кондиционер, отключила печку, но эта машина, мать ее так, не сдается. Эллен Маск, я тебя просто обнимаю сейчас, ты красавчик. Машина предлагает нам по-хорошему остановиться. Ботовьера очень сильно разряжена. Так. Машина включается. Поехали потихоньку. Все, 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 все. Да, с тормоз, все. Что, все, конец? Все. Поехали. Мы находимся от точки, куда нам нужно, в 43 километрах. Когда мы выехали из Москвы, была зарядка на 366 километров. И я был в полной уверенности, что нам хватит до Волоколамска и обратно. Но, к сожалению, если вы любитель притопить, то проехать 100 километров туда и вернуться 100 обратно, к сожалению, у вас не получится. Доехать без проблем. Но мы могли бы доехать до Волоколамска и вернуться назад, но при этом условии мы не должны были топить. Мы должны были ехать 100-110 километров в час. Более того, если бы мы ехали 90-100, мы бы могли проехать и 500 километров. Поэтому, все же, для таких людей, как я, эта машина должна, конечно же, использоваться по большей части именно в городе. И в городе у нее огромное количество плюсов, которые мы завтра выясним. Но мы должны были довести ее именно до такого состояния. Замерзнуть здесь в области. Но понять, что это за транспорт. Говорит об одном, что нет пути обратно, Что ты не мой лопушок, А я не твой Андрейка, Что у любви у нашей села батарейка. Двигаемся в Москву, из города Герой Волоколамск. Сзади у меня находится автомобиль Тесла, который Давидович достаточно успешно отжахал. Владелец автосалона в панике. В панике не только от того, как мы ехали, в панике от того, как мы ее грузили. И в панике от того, что сейчас за рулем эвакуатора нахожусь я. Люблю свою работу. Где-то вторая. Тихо-тихо. Гошкун. Очень хорошая. И вроде все, как всегда, Все те же чашки-ложки, Все та же в кране вода, Все тот же стул без ножки. И все о том же с утра Щепечетка на реках. Сегодня Тесла показывает, на что она способна в городе. На самом деле, это не гоночный автомобиль. Это не автомобиль для тех, кто хочет сжиганить в потоке. В городе, если у вас полностью заряженный автомобиль, У вас вообще не может быть проблем с тем, что у вас закончится заряд. Если вы ее с утра зарядили, вам на целый день абсолютно хватит. Тесла очень любит пробки. Очень любит их. Значит, расход электроэнергии в пробке просто минимальный вообще. Она обожает пробки. Она интересная и прикольная для тебя. Первые 2-3 дня, Потом ты просто кайфуешь от того, что ты ее не заправляешь. Ну и все, наверное. На этом все заканчивается. Гонять я на ней не могу. Супер качеством от нее не пахнет. Обслуживать ее на территории Российской Федерации невозможно. Цена на нее достаточно серьезная. Каким образом большие дилеры и представительства контролируют цену в разных странах? Они эту машину по другим деньгам завозят. Если Тесла будет официально открыта в России, в чем я в ближайшее время точно сомневаюсь, то цена будет на нее не та, которая есть сегодня. Это будет гораздо дешевле. Я бы на самом деле инженерам этого автомобиля порекомендовал бы, знаете, что сделать, ребятки? Решить основную проблему, из-за которой эта машина не является полноценной машиной для таких, как я. Если этому автомобилю сделать не одну скорость, а две или, предположим, три, то эта машина сможет ехать на трассе, например, 150-160 км в час при минимальном расходе. Минимальном расходе. Сейчас тут одна скорость. Соответственно, чем больше нагрузки ты даешь, тем быстрее она едет. Но если сделать там вторую-третью скорость, то она будет у вас там на третьей скорости ехать 200, и у вас нагрузка будет вообще минимальная. Для города я бы хотел себе такой автомобиль. Он мне очень нравится, мне просто прикольно. Он мне нравится, потому что мне прикольно. Потому что вот эти все усосы сегодня будут заправляться, а я этого делать не буду. Это очень важно. Эта машина очень круто, адски себя ведет. До 150 км в час, до 140. Вот этот прыжок лютый, просто лютый. Она прям наваливает, наваливает, наваливает. Обычная машина, та же самая М5, она там растирается, потом вторая прям опять. Столько там всякие процедуры происходят внутри. А здесь просто, что, Вася, нужно, пожалуйста, получи. Получи. Что, бензиновое животное, готово? Че, отсюда хочешь? Едем строго на зеленый. Бензин против батарейки. После 160 ты догоняешь, да? Ну, где-то так, да. Че, 60? Давай, 60. Давай, 60. Даже с вытекающим антифризом. Пацаны, это самое, от вас дым идет небольшой. Да, это нормально, это антифриз. Это нормально? Да. Это BMW. Смотри. Да я знаю. Да он вылил там пол-литра мимо. Я мимо пролил просто антифриз. Пацаны, мы с этим боремся, а вы на нас дымите опять. Да я антифриз пролил, все нормально. Короче, с 60 ты быстрее. Давай еще раз с места. Поехали. А твоя Tesla так умеет? Эллен Маск. Вы хотели бы спецэффектов. Добавь, пожалуйста, в Tesla немного спецэффектов. А то мы как-то вот без этой хрени, без этого запаха, без этого дыма. Ну, грустновато нам больше. Любая из компаний автопроизводителей, которая придумывает что-то новое, сразу бежит и патентует. Эллен Маск придумал этот замечательный автомобиль для всего человечества. И этот человек сказал, я не буду ничего патентовать, развивайте эту технологию, идите вперед, пользуйтесь. Просто красавчик. Вот такому человеку низкий поклон. Да, есть вопросы по качеству салона. Да, есть вопросы по зазорам. Но все это ничто по сравнению с тем, какой этот автомобиль духом. Этот автомобиль пробивает огромную бетонированную стену, которая составлена из людей, которые зарабатывают на бензине, на масле, на присадках, на сервисе. И этих оболтусов половины мира. И лишь один Эллен Маск смог сделать автомобиль, который нам сегодня доказывает, будущее – это Тесла. Когда вы любите свою женщину, у нее все равно есть минусы. Но вы ее любите. Я эту тачку полюбил за то, какая она духом. За то, какое с ней может быть будущее. И когда ты любишь, ты не обращаешь внимания на эти мелкие недочеты. И как в любой семье, как в любой жизни, мы всегда так говорим, все будет хорошо. И в этой тачке будет классное будущее, я уверен. С вами был я, Давидович. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова